Максим Гайковский. Ни одной книги так не прочитал. Как, собственно, Евгений Тверняк оказался взял в Друзьях? От 200 до 1000 человек. Вообще никакой разницы нет. Его лекции, его выступления бесплатно. Это максимум. Какая команда была? Точно квантовый скачок тебе обеспечен. Как вы отреагировали на это? Соответственно, контента будет в три раза больше. Вот этот эффект шоу, эффект эмоций. Нейронные связи начинают по-другому работать. Какая схема, система всего этого? Это отдельная история. Проблема была выше крыши. Какие три главных урока? Не пить 18 кофе в день. Не тупиться, а две пиццы. Две пиццы, да. Добро пожаловать на канал Event Life. Наш канал раскрывает все секреты ивент-бизнеса и рассказывает обо всех нюансах, которые могут возникнуть у вас при организации небольшого дня рождения, корпоратива, презентации или большой конференции на 5000 человек. И сегодня мы поговорим с человеком, у которого получилось чуть ли не у единственного в городе Одессе собрать зал на 5000 человек в Дворце спорта, человек, который действует постоянно, действует всегда, независимо ни от чего. Это президент клуба молодых бизнесменов, собладелец магазина обуви под названием Toco Shoes, автор YouTube канала Максим Гайковский. Максим, привет. Спасибо. Надеемся. Да, это презентация, но он много узнал про себя. Бизнес-клуба КМБ. Да, бизнес-клуба КМБ – это первая ремарка. То есть мы уже ушли от понятия клуб молодых бизнесменов. Многие неправильно это расценивают. В общем, мы решили полностью переупаковать и сделали бизнес-клуб КМБ. Он открыт для всех абсолютно, но с уклоном на предпринимательство. То есть человек, который хочет развиваться у нас, то ему welcome к нам, потому что у нас тем огромное количество. Это первая ремарка. Вторая ремарка, ну, чтобы быть честными с нашими подписчиками и участниками, не 5000, а 4250, потому что в объемах Одессы и Одесской области собрать 5000 только предпринимателей, это практически нереально, учитывая, что мы планировали со всей Украины собрать людей, а так как форум Big Money проходил во многих городах и особенно соседних городах Украины, практически в один и тот же период, то, конечно же, приходилось собирать только с Одессы. Поэтому 4250 – это вот точная последняя цифра. Это мы считаем по количеству проданных билетов или по количеству общего посещения? По количеству общего посещения, не считая организаторов, волонтеров и так далее, потому что есть партнеры и спонсоры, которые уже заплатили за партнерство, например, или предоставили что-то по бартеру, то есть им билеты какие-то бесплатные, то есть это считается, а волонтеры и организаторы не считались. Давай начнем сначала. Нам известно, что, во-первых, ты из Молдовы, а во-вторых, что твои родители и предприниматели. Расскажи, как сильно их воспитание повлияло на твое становление как предпринимателя? Сильно. И мышление? Сильно повлияло, потому что я практически с детства, не практически, а с детства впитывал весь этот предпринимательский дух, хотя в какой-то период, примерно с 10 до 15 лет, я не хотел быть предпринимателем, меня практически ничего с этим не связывало, я хотел быть юристом, адвокатом, я не знаю, кем я хотел быть, но в какой-то момент я в 15 лет понял, что нужно зарабатывать какие-то деньги, там, не знаю, себе там купить что-то, например, за свои деньги. А брать у родителей не хотелось, да? Родители давали, и я брал, ну, типа, почему нет, как бы, да, но все равно, как мужчина, ты себя чувствуешь более реализованным, если ты можешь свои деньги потратить. Единственный источник моего дохода тогда, это были сэкономлены деньги на некупленных булочках в буфете. Все, а, ну, еще иногда шел пешком, вместо на маршрутке, чтобы ездить, я шел пешком, уже это было там 20 минут пешком, я прошелся, прогулялся, еще и сэкономил там несколько леев молдавских. Непотраченные деньги равно заработанные, да? Да, и таким образом я собирал какую-то сумму и мог себе что-то купить. Я начал искать работу, и когда папа увидел, что я ищу там работу а-ля грузчик, развозчик, курьер, я не знаю кто, то он сказал, ну, слушай, он мне рассказал историю, когда он тоже хотел устроиться грузчиком там по молодости, и ему владелица вот этого там фабрики, завода, где он хотел устроиться, она показала то, в кого превращаются потом эти грузчики. Я сказал, ну, типа, ты хочешь так же, говорит, нет. И все, после этого он и меня отговорил. Вот, из 15 лет, потом мне попалась книга Роберта Киосаки «Богатый папа». Я прочитал эту книгу, это было уже 16 лет мне где-то было, и полностью поменял свое мышление о бизнесе, о предпринимательстве, я понял, что в принципе то, чем я сейчас занимаюсь, я продавал дископы, я понимал, что вот это же есть бизнес, пока он не мой и так далее, то есть, ну, это же бизнес, блин, я уже начинал изучать маркетинг там, да, я потом прочитал еще Напариона Хилла «Думай богатей», да, это мне поменяло мышление в плане о чем думать, да, то есть, позитивное мышление, вот это все, вот, и вот эти две книги поменяли полностью мою жизнь, и я начал, прям сильно ударился в бизнес. Потом я уже на какие-то заработанные первые деньги я купил с Китая, мне привезли эти MP4-плееры, тогда еще были модные, тоже там штук 20, наверное, там маржу поставил 1000%, продал все за пару дней, все, да, и заработал на первый свой телефон мобильный, первый сенсорный телефон Nokia, тогда вообще пушка, вот, потом спорттоварами занимался, потом детскими игрушками занимался, потом в какой-то момент просто я, и в какой-то момент лет 19, то есть, я стал уже как совладельцем, то есть, я получил свою долю в компании и начал уже ее развивать более активно, то есть, я уже начал, взял на себя весь маркетинг, ну, потому что раньше бизнес, ну, кто помнит постарше, это был бизнес, просто привезли, продали, но в какой-то момент, когда первый кризис, там, 2008 года наступил, все поняли, что, ну, кто тогда не перестроился, тот так и остался там продавать на рынке, понимаешь, а нужно было новый подход какой-то найти, и я тогда очень сильно изучал маркетинг, и я прям полностью перестроил все бизнес-процессы в компании, вот, и мы перестроились, и сейчас, там, в течение, там, вот, с 8 года, грубо говоря, по сейчас, это там, пятикратный, грубо говоря, или даже больше уже рост. А что значит, получил долю, ты ее получил, скажем так, по наследству, либо тебе пришлось ее выкупить, внести свой учредительный фонд? Нет, нет, то есть, есть такое понятие, как моя инвестиция, это было, были, во-первых, те знания, которые я приобретал, во-вторых, тот вклад, который я делал в бизнес, вот, то есть, это, это и была моя инвестиция, на тот момент. Нематериальные инвестиции? Нематериальные, то есть, это была интеллектуальная инвестиция, которую я приносил в компанию, и благодаря тому, то есть, если компания растет, грубо говоря, да, то, как бы, почему бы не поделиться долей, для того, чтобы она еще быстрее росла, чтобы я напрямую зависел от прибыли, вот и все. Вот, кстати, мы не хотели забирать хлеб Евгения Черняка и спрашивать у Максима две книги, которые изменили его жизнь, да, но в самом начале он об этом сказал. Какие книги еще, да, меняет твою жизнь, и какие книги ты бы посоветовал молодым предпринимателям, скажем так, не настолько популярны, как Иосаки и Наполеон Хилл, может быть, что-то, то, о чем еще люди не слышали и не знают? Скажу честно, сейчас книги практически не читаю, ну, вообще нет. Я думал, даже когда мы выйдем на карантин, у меня появится наконец-то время прочитать все книги, которые сейчас на полке, я их не успел прочитать. Ни одной книги так не прочитал. Фильмы и сериалы я также смотрю только за обедом или ужином. Ну, нет времени. Огромное количество задач появилось, которых раньше ты не успевал делать, откладывал на потом. Сейчас ты на них сфокусировался. Поэтому, касаемо книг, ну, последняя книга, которую я почитал, была Big Money. Ну, и она достаточно глубокая для того, чтобы оттуда вышли какие-то инсайты. То есть, я там получил инсайты. Ну, это квинтэсценция, грубо говоря, опыта. Да, это очень много концентрации крутого контента, и я оттуда беру кое-что. А так, в основном, это все-таки какие-то статьи, какие-то выжимки, то есть, какие-то каналы, которые я там перелистываю в Телеграме, да, где есть какая-то информация. То есть, книги как таковы, вот так вот сесть, прочитать всю книгу, ну, я давно не помню, чтобы я так... Продолжая вопрос Юры и зная твою любовь к топам, топ-3 Телеграм-канала, которые дают тебе информацию. Современный бизнес, по-моему, так он называется. Кэмбэ. Хорошо, вернемся к магазину. Ты получил долю, и как изменилась твоя жизнь и твое мышление в тот момент? Ты почувствовал себя предпринимателем, или ты все-таки больше занимался маркетингом? Я больше занимался маркетингом первые 3 года, наверное. Я почувствовал себя предпринимателем, когда наступил первый кризис в моей жизни, это был 2014 год. То есть, это как и в Украине, так и в Молдове наступил тот же кризис. То есть, у нас резко взлетел курс доллара, тоже там коллапс был полный. И приходилось как-то из этого выбираться. То есть, и мы разработали ряд таких мер, которые позволили нам не то, чтобы сохранить позиции, но и приумножить. Поэтому вот это, тогда я уже почувствовал, что все-таки здесь уже больше предпринимательства все-таки. Потом, после этого у меня было небольшое СММ-агентство. Не знаю, знаешь ли ты про это или нет, но было у меня СММ-агентство, которое приносило достаточно неплохой доход. Но в какой-то момент я понял, что я был заложником сверхроста, потому что я понимал, что растут достаточно быстро в этом направлении. Но если я дальше продолжу расти, у меня либо очень сильно упадет качество услуг, и я не смогу, то есть, я своей репутацией буду туда жертвовать. Либо оставаться на маленьком уровне. На маленьком уровне я не мог оставаться, потому что это сжарало огромное количество времени при небольших деньгах. Ну, грубо говоря, это было там 2,5-3 тысячи долларов в месяц. То есть, я понимал, что либо вот я фиксируюсь на этой сумме, но я трачу 70% своего времени вообще, да. Остальное у меня уходило на магазин. Вот. Либо я просто закрываю этот бизнес и не занимаюсь им больше. И я решил просто его закрыть. То есть, бизнес магазина приносил большую прибыль, чем SMM агентство? Или почему ты выбрал в пользу бизнеса? Или потому что был семейный? Я тогда не в пользу бизнеса, потому что я уже тогда у меня был КМБ. И год уже был КМБ. Я решил в КМБ все свои ресурсы. То есть, мне тогда было так. Магазины, но так как я уже переехал в Одессу, то магазином я удаленно занимался полностью. Магазины, потом SMM агентство и КМБ уже год был. Так как КМБ первый год практически не принесел денег, то есть там было до 1000 долларов всегда, то я понимал, что пока еще нужно SMM оставлять. Но в какой-то момент я полностью сказал, все, после Нового года я отказываюсь от всех клиентов. Покупатель всегда прав. Главное улыбка. Передаю их другим подрядчикам, в которых уверен и закрываю этот бизнес. И сфоксироваться на КМБ. И тогда КМБ, это был пик того, когда КМБ начало сильно расти. Кратно. SMM агентство тоже было в Молдове? Мне Молдову и Украину уже. Молдову и Украину? Да. Окей. Самый главный вопрос. Да. Как возникла идея создания КМБ? Идея возникла еще 8 лет назад. Тогда еще был на пике Б, если кто-то знает бизнес-молодость. Бизнес-молодость? Да. Тогда был мой друг Амир Ройтман, который хотел тоже что-то похожее создать. У меня был еще один, есть один друг Толик, который тоже хотел похожее создать. И я хотел в эту тусовку тоже попасть как-то в БМ и так далее. И так получилось, что я попал в тусовку, где молодые предприниматели просто собрались, там человек 20, например, да, собрались и начали вот там спикер тоже, начали обсуждать бизнес. И мне так это понравилось, блин, крутая тема, короче. Вот. И таким образом, то есть вот мой друг Толик и Амир, они подумали, давай мы сделаем клуб молодых бизнесменов КМБ и начнем развивать. Вот. И я в Кишиневе был как такой активный просто участник, да, то есть я не принимал никаких, я помогал, возможно, в каких-то моментах, там Толик просил, давай там помоги, нужно там собрать людей, давай там что-то придумаем, сделаем. А у меня есть ММ-агентство, да? Нет, тогда не было. Я говорю, окей, да, конечно, ну просто был как активный участник. И в какой-то момент, когда я уже переезжал в Одессу, Амир тогда подошел ко мне и говорит, слушай, я там в Украине хотел бы, чтобы у нас был этот КМБ. И ты как раз, скорее всего, переезжаешь в Одессу, давай сделаем в Одессе. Я говорю, ну, окей, давай. Вот. И мы приехали в Одессу туда, сделали там 30, наверное, встреч за два дня с разными бизнесменами. И тогда на тот момент мы поняли, что бизнесмены высокого уровня, ну, прям очень высокого уровня, они более лояльны к нам отнеслись, чем те, которые считали себя высокого уровня, но таковыми не являлись, как мы потом поняли уже. Потому что они всегда говорили, типа, да, это не пойдет, это все ерунда, здесь такого полно просто, и вы потеряетесь, и ничего вообще не получится. А там бизнесмены серьезные, да, высокого уровня, которых мы находили через каких-то общих знакомых, друзей, друзей и так далее, они сказали, слушайте, классная тема, мы вас поддержим, прям вперед, круто. Выступим спикерами, и все будет круто. Как думаешь, в чем причина? В том, что у них энергии было чересчур много? Нет, они, во-первых, они хотят делиться, всегда они хотят делиться. Во-вторых, ну, не знаю, молодые такие амбициозные, возможно, где-то они увидели себя там в молодости, я не знаю, там, какие-то они вот прям открыты к нам были. Не знаю, в чем секрет. Вот, и в итоге мы поняли, что хорошая конверсия, как раз там процентов 10 в нас поверила, значит, можно идти вперед, вот, и таким образом вот Родиловская МВ уже в Одессе. Он в Молдове продолжается, но так получилось, что мы остаемся партнерами еще, то есть мой друг Амир из Молдовы, он остался миноритарным партнером, я здесь мажоритарный, как бы, и... То есть идейно, конечно, мы уже идем параллельно, то есть это разные проекты абсолютно, то есть там свой проект, здесь абсолютно свой проект, которые идут абсолютно не пересекаясь никак практически вообще, то есть они даже идеологически уже стали другими, вообще абсолютно разными, но мы остаемся друзьями, партнерами, вообще никакие вопросы. Переезд в детство это было желание масштабироваться или это начать новость захватить желание? Да. Вот оно, да? Вот, мне кроется. Все вопросы. Да, желание жены, потому что я не планировал в Одессу переезд, я видел свое будущее в Молдове, но я благодарен за то, что она настояла и мы приехали, она действительно с рождения, да, и она всегда мечтала жить в Одессе у моря, как это, жить без моря, это нереально, и в итоге она убедила, что... Это уже твои слова счет были, да? Как жить без моря, как жить без моря, нет, она говорила, а привила уже мне, и теперь я тоже понимаю, как это жить без моря. Мы ее полностью поддерживаем. Да. Ну, теперь, на самом деле, Одессу считаю родным городом, то есть ничем не меньше, чем Кишинев, абсолютно. Если ты не против, перейдем к более нашей теме, нашей передаче, об организации вот этого большого масштабного события в Дурце спорта. Когда оно возникло, какими путями вы шли к этому и какие возникали вопросы в процессе подготовки? Пришли к этому ровно год назад, когда провели телемост с Евгением Черняковым, когда он выступал на лобби, и Олег Тимофеев, организатор лоба, предложил нам провести этот телемост. И в какой-то момент я подумал, что было бы неплохо сделать очень масштабный ивент, но я не знаю, когда я его хочу сделать. То есть я хотел на 4-5 тысяч человек, я хотел в Дворец спорта, но не понимал, когда, зачем, кого спикером брать и так далее. Потом в какой-то момент я позвал спикером Вячеслава Климова, это Новая Почта, мы уже согласовали дату, все это 18 октября. Я планировал на тысячу человек сделать ивент. Думал, ну спикер, хедлайнер как бы может делать. Создали мы этот ивент в Фейсбуке, я начинаю приглашать друзей. Ну там, кто знает, в Фейсбуке можно приглашать друзей своих на это мероприятие, они там пойду или интересуюсь кликают. Я случайно нажал пригласить Евгения Черняка, хотя он у меня в друзьях, поэтому я могу его пригласить. И так получилось, что он ответил типа пойду. Он пойдет на мероприятие, где он хедлайнер? Нет, нет, нет. Он еще об этом не знал, да? Климов уже. А, Климов, окей. Тогда только Климов был, обложка Климова, Новая Почта, все. И Евгений Черняков кликнул, пойду на мероприятие. Я такой, ничего себе. Ну то есть это был какой-то показатель. Я думаю, а что если пригласить его спикером на это мероприятие и сделать не на тысячу, а на пять тысяч человек? Это вот секундная такая мысль была. Я пишу тут же Евгению Черняку в личку. Я говорю, а как вы смотрите на то, чтобы это самое... Проходит две минуты, он пишет, готов, давай. Тут все и началось, по сути. Пути как к туплению не было. Когда случайно нажал, пригласите это чувство. Почему это было так, типа отправить ему сообщение, вот так закрыл запуск, отправил сообщение, что ответит, то ответит, что не важно. Мы пропустили важный момент, как, собственно, Евгений Черняк оказался у тебя в друзьях. У меня Евгений Черняк был в друзьях, и я ему отправил, как это произошло. Когда ты делал еще второе мероприятие с ним, по сути первое в феврале, не, не, подожди, первое в ноябре, которое отменили из-за военного положения, потом перенос был на февраль, 8 февраля, и потом еще третье, по сути, это вот телемост, где мы тоже с ним контактировали как-то по этой части. И, соответственно, уже в какой-то момент просто добавился, хотя я сам не знаю, я просто увидел утром, Евгений Черняк добавил вас в друзьях, прикольно. То есть между большим мероприятием на 4250 человек и маленькими мероприятиями, где вы собирали по 20-30 человек, то есть были какие-то мероприятия на тысячу человек? Да, максимально было 1200, вот с Черняком, опять же 1200. И в основном по 1000, да. Принципы организации всех этих мероприятий одинаковые, либо все-таки от масштаба есть какие-то движения вправо, либо влево, либо привлечение других средств для реализации этих проектов? От 200 до 1000 человек вообще никакой разницы нет. На 4250 есть разница, но потому что у тебя уже есть какие-то обязательства перед участниками, ты должен обеспечить максимальную безопасность, потому что это много людей, то есть пожарники, скорые и так далее. Хотя и на 1000 мы делали, и надо это делать, и мы делали. Но не так критично. А там уже появляются какие-то варианты, а как кто будет заходить, чтобы не было больших очередей, чтобы всех обслужить, чтобы быстро пропикать все эти сканеры с билетами. То есть пожарная безопасность. Ну это я уже сказал, да. То есть по сути кардинально разницы нету, то есть так сказать, чтобы я вот, например, в день мероприятия, ну прям самый день мероприятия, когда уже проходят мероприятия, чтобы я прям так по-другому что-то было, нет. Но, правда, это было очень тяжело. То, что мы пережили тогда до мероприятия, но оно не стоило тех заработанных денег, которые были. Насколько я понимаю, что была отмена по дворцу спорта, и вам пришлось какими-то путями все-таки добиваться этой локации? Да, было не то, чтобы отмена, был вопрос касаемый покрытия льда, и мы его не могли решить вплоть до мероприятия. То есть мы его решили за три дня до мероприятия. Ну уровень стресса, вы представляете, когда ты не можешь не то чтобы спать, ты не можешь есть, жить, ты не понимаешь вообще на каком свете ты находишься, потому что нет такого, что тебе четко ответ да, ответ нет. Есть вроде какой-то процесс, и что-то вот в воздухе витает, сейчас у меня аж начинает колбасить, вспоминает, это, конечно, было очень трудный период. И в какой-то момент просто хорошие люди, которые попались тогда на пути, они помогли, я не знаю, я таких людей называю люди от Бога, потому что каким-то образом они к тебе появляются по жизни и начинают тебе помогать, просто безвозмездно помогать тебе. Мы добились того, что наконец-то покрыли этот дворец спорта, конечно, не так, как мы планировали, мы планировали, там специально изоляционно покрыли, тем все, по красоте, но насчитали 20 тысяч долларов, и мы поняли, что это не то чтобы в минус, это просто машину, квартиру продать, не знаю, что. Какие три главных урока ты усвоил после этого мероприятия? Один урок, не пить 18 кофе в день, потому что потом будет плохо, очень. Ты говорил про мероприятие с черняком, которое было отменено, как вы это пережили, как люди реагировали, как вы поступали в таком случае? Никак, это было за три дня, получается, от момента, когда мы начали организовать мероприятие до самого мероприятия, должно было пройти так, в субботу, в сентябре, в понедельник, в вторник, в четыре дня. То есть в пятницу он говорит вечером, я готов выступить, но готов выступить в среду. Или в понедельник, да? Или в понедельник. Я тогда выбрал среду, говорю, хотя бы дайте нам пару дней, хотя бы подготовиться. Он говорит, обязательно должен быть полный зал, обязательно должны быть две камеры, обязательно должны быть идеальный кристально чистый звук. Окей, мы взялись за эту подготовку, для нас это был первый такой опыт, и мы за два с половиной дня собрали 520 человек. Вот тут ни одного бесплатника не было. Как у вас это получилось? Ну как, у нас тогда уже была база кое-какая, ну вообще, во-первых, когда, это даже черняк еще нигде особо у нас не выступал, да, первый был в Одессе, и когда я просто в сторис выставил, что у нас будет черняк, у меня в личку прилетело уже там, ну писем 100, наверное, ну сообщений, 100. И все от PrivatBank вам оплатили на карте? А когда мы поставили еще чуть-чуть рекламу, там 20 или 30 долларов, много не надо, там клик стоил копейки вообще, потому что все, ну это было резонансно, как бы, и прям конверсия была там под 50-60 процентов. Вот, соответственно, собрать было не так сложно, но когда мы поняли, что все это отменяется из-за военного положения, мы тогда с черняком, кстати, он тогда очень сильно меня поддержал, потому что, ну, он видел мою растерянность в голосе, потому что мы когда созванивались, он говорит, все будет хорошо, не переживай, мы не отменяем мероприятие, мы его переносим, все, все будет хорошо. Он тогда очень сильно поддержал, на самом деле. Мы за, по-моему, полдня прозвонили 520 человек всей команды, вот, и отменили мероприятие. Мы должны были убедиться, что все знают, что мы отменили мероприятие, перенесли его, причем о переносе, ну, типа, не было понятна дата какая там переноса, просто, там, январь, и люди на 80 процентов не просили возврата денег. Вот это для меня было показателем того, что нас уже как-то уважают, понимают, ценят, как бы, и это было очень приятно. И Евгений Черняков во многих интервью говорит о том, что его лекции, его выступления бесплатные. Правда ли это? Или он все-таки берет какую-то сумму за свои, за свое присутствие на мероприятии? Гонорар не берет, он может войти как партнер в долю. Это максимум. Гонорар не берет. То есть он рискует так же, как имя вкладывает, и так же, как имя или теряет, или выигрывает. Но он вкладывает деньги или вкладывает лицо, имя, популярность? Нет, 50 на 50 ровно, там, или 50 на 50, или 2, ну, как договориться уже. Ну, если вложения в это мероприятие не такие уж и большие получаются, ну, к примеру, аренда зала, там, 2 тысячи долларов, да, аренда аппаратуры 500, ну, до тысячи. Угу. То есть... Не знаю, какое оборудование, ну, допустим, дворец, нам не тысячу долларов. Ну, дворец, я так понимаю, стол не меньше десяти, так, на скидку. Не меньше, а даже больше. Ну, я так, не углубляюсь в это, да, то есть чисто своим... Да нет, цифры, как бы, ну, в этом плане я вообще без вопросов цифры могу озвучить. Ну, тут нет, мы сейчас не говорим о цифрах, сколько стола дворец спорта, мы говорим... Да, мы их уже знаем, да, мы их уже знаем, мы говорим о Ренессансе, то есть, там, вложениях, там, к примеру, 4 тысячи долларов в проект. То есть, Евгений Черняк тоже вложил свои 50 процентов. Касаемо Ренессанса, тогда было первое мероприятие, тогда еще не было это все так раскручено, было другое условие, не то чтобы условие, то есть, это было, как, ну, типа, само собой. Говорят, я гонорар не беру, но, там, 100 тысяч гривен, например, или, там, какую-то сумму, давайте переведем на благотворительность. Вот это было одно из таких, не люблю называть условия, как бы, это было, как... Предложение. Предложение, да, о, правильно, предложение, да. И мы с удовольствием, конечно же, на это пошли и нашли музыкальную школу, куда купили сами, то есть, там, фортепиано, 3 штуки, там, куча инструментов разных новых. И, как бы, тем самым помогли музыкальной школе, в которых оборудование уже было старое, очень помогли им тем самым. Вот, как бы, такое, то есть, он не берет гонорар, то есть, напрямую не берет гонорар, это правда, вот, но в каких-то, то есть, он либо, как, участвует, как инвестор, да, либо, вот, такие предложения делают, вот, на благотворительность. Получается, он ваши 100 тысяч отправил на благотворительность, или он инвестировал тоже половину? Тоже инвестировал. То есть, 50 на 50? Ну, конечно, конечно, конечно. Для того, чтобы создать такое мероприятие, один человек не справится, это понятно, два человека не справятся. Сколько, какая команда была? 8. 8 человек. 8 человек, команда постоянная. Я не беру сейчас в расчет аутсорс и подрядчиков, ну, потому что это уже взять маркетинг, это была отдельная компания, которая маркетинга, занималась. Оборудование, это отдельное, оборудование, это отдельно. Хорошо, я в игру, да, все дела. Да, минутка рекламы. Волонтеры, это отдельно, причем была целая волонтерская организация. Кстати, извините, я перепью, вот, волонтеры, они получают за это деньги? Или вот на добровольных началах? Волонтер, это слово волонтер, он помогает, он помогает добровольных начала, потому что, ну, мы все волонтеров ценим, на самом деле, то есть, мы стараемся им всегда какие-то бонусы, плюшки давать, да, там, то есть, не так, что мы про вас забыли и все. То есть, кому-то нужна помощь какая-то, где-то кого-то там, там, пропиарить, возможно, там, какой-то новый стартап или познакомить с кем-то. То есть, они всегда могут нас рассчитывать в любой момент. У нас есть целое, там, движение волонтерское, то есть, там, мы создали у них чат, там, где они все варятся. И мы, как бы, всегда их поддерживаем, то есть, мы максимально стараемся для них делать, вот. И, там, иногда бывает такое, там, лучший волонтер получает, там, абонемент, фитнес-клуб, там, этот фитнес-стадиум, например. Постоянно мотивируем, поддерживаем таким образом. Говоря словами черняка, волонтеры зафиксированы. Да, ну, волонтеров мы очень уважаем, любим. Кстати, вот, даже когда был Big Money, я помню, гримерку, уже все, черняк уже выдохся, потому что, ну, там, тысячи людей, которые идут в эту гримерку и пытаются задать какой-то вопрос. И, понятное дело, что он уже уставший после мероприятия, но когда волонтеры в майках, там, КМБ-волонтер, они постучались, там, робко, и попросили, там, сфотографироваться, он даже не раздумывая, хотя он уже всех выгонял, там, охранник уже всех прям, ну, нет, нет, все, хватит. Но он видел волонтеров, да, давайте, давайте, все, сфоркаю, то есть, он хорошо. Один лидер – это ты, восемь человек сотрудников. Семь человек, я восьмую. Семь человек в часть. И сколько волонтеров было? 150 лет. Да ты что? Да, 150 лет. Евгений Черняк проходит «Красный ничью» сквозь проект КМБ, и он является… Многие из нас уже думают, что мы уже один проект, какой-то большой, там. Ну, и, собственно, название форума Big Money. Да, это его предложение было, и мы на него пошли, потому что это бренд, и мы его очень уважаем, поэтому мы пошли на это. То есть, если бы кто-то другой предложил, давайте мы назовем там ваш форум. Новопочта форум. Новопочта, да. То есть, мы сказали бы, ну, наверное, мы бы сделали вас спонсором в благодарность того, что… Ну, кстати, гонорар, который Климов, как бы он весь перечислял также на бизнес-школу для детей. Так вот, Евгений Черняк как друг, ментор клуба, в каких вы отношениях сейчас и планируются ли у вас какие-то совместные проекты? Хорошие отношения, партнерские, скажем так, да. Ну, как тебе сказать, ну, мы не пьем друг с другом там где-то в ресторане, да, но можем там поздравить с Новым годом, с Днем Рождения. Будете ли вы делать еще, и что вы измените в процессе подготовки? Что мы изменим в процессе подготовки? Мы изменим локацию. Мы не будем делать во дворце спорта. Хотя, опять же, я могу сейчас говорить что угодно, а как оно повернется, если мне будет какое-то суперпредложение, скажут, там, не знаю, бесплатно зайдем во дворце спорта, делайте, лед будет, покрытся, все будет классно. И гонорар спикеру мы сами дадим, только сделайте. Конечно, то есть по-разному, зависит от предложения. Но чтобы я изменил, я бы, наверное, не гнался за количеством 5 тысяч человек. То есть я погнался за количеством, и это была, кстати, вот касаемо ошибок, которые я понял, не надо гнаться за количеством. Лучше, меньше аудиторию, но более качественную, то есть более целевую, да, потому что когда люди начинают общаться друг с другом, если они видят, что, грубо говоря, 20-30% это студенты, либо очень начинающие предприниматели, то, конечно, у них уже складывается какое-то впечатление. То есть у нас есть на рынке Одессы компании, которые делают там тоже достаточно большие конференции, и там половина, даже больше половины студентов или бесплатники. И ты понимаешь, что уровень мероприятия уже другой. Поэтому мы всегда старались, если мы делаем на тысячу человек, то мы старались максимально делать целевых. Вот. Либо уже сделать, лучше до 500 ограничить и поставить более высокие черты, да, тем самым мы фильтруем. Также я сделаю, скорее всего, следующее, если крупное мероприятие будет, там, тысяч на две, например, да, где-то будет другая локация, пока не знаю, какая. Нам известно, что помимо после Big Money было запланировано еще несколько крупных мероприятий, и в связи с карантином пришлось их перенести. Как вы отреагировали на это, и как поступили в таком случае? Ресторанный форум, который мы должны были провести, мы отменили. Мы сделаем его в онлайне полностью для тех, кто оплатил билет. Возвраты мы практически не делаем, только в исключительных случаях, потому что это форс-мажорная ситуация. Мы всем объясняем, что, ребята, то есть, грубо говоря, ваши 500 гривен, они как бы не спасут ситуацию, а нам это нужно возвращать, грубо говоря, несколько сотен тысяч гривен. И давайте мы вам сделаем в 5 раз больше ценности, но вы оставите свои 500 гривен, которые вы заплатили за мероприятие. И большинство, 90% на это пошли. Потому что мы им, на самом деле, за эти деньги, которые они заплатили за мероприятие, мы им дали антикризисную клубную карту на 3 месяца. Это прям серьезно. То есть, оно там стоит порядка полутора-двух тысяч гривен. Мы им сделаем онлайн мероприятие вот с этими же спикерами, но, скажем, спикером будет не по полчаса, как было бы на форуме, а по полтора часа. Соответственно, контента будет в 3 раза больше, чем было бы. Да, они не получат шоу, они не получат вот этой атмосферы, но они получат тот же коннект и нетворкинг, потому что мы сделаем для них чат, мы сделаем все будет то же самое, только без шоу и без энергетики. Вот этот эффект шоу, эффект эмоций, да, накала страстей, насколько он важен и какую роль он играет в таких вот мероприятиях? В 80% хочу кайфануть, насладиться энергией, либо 20%, либо наоборот, получить знания. Ключевую роль. Знания практически за знаниями туда не идут. За знаниями идут в MBA, за знаниями идут в какие-то специализированные бизнес-школы и так далее. Туда идут за знаниями, за контентом. Ну или в крайнем случае контента сейчас в инфополе столько, что просто можно и всю жизнь учиться и получать новые знания бесплатно даже. Туда идут за эмоциями, за шоу, за атмосферой. В этой атмосфере иногда приходят мысли, идеи, которые просто обучаясь там контентом, да, получая контент, ты не получишь эти идеи. Нейронные связи начинают по-другому работать. Почему это стало настолько популярным? Почему настолько там много тысяч человек собирают там дворцы спорта в Киеве, каждый месяц практически собирается в уже дворец спорта, хотя года два назад тысячу человек даже в Киеве забрать было очень сложно. Я общался с теми организаторами этих мероприятий. Не понимая тоже, за несколько лет просто в геометрической прогрессии выросло количество посещений вот таких мероприятий в образователях, потому что это превратилось в некое бизнес-шоу. То есть шоу для предпринимателей. Люди приходят туда, получают эмоции, получают вот этот адреналин, который вырабатывается, и из-за этого нейронные связи начинают работать по-другому. И тот контент, который ты получаешь, пусть он будет в небольшом количестве, в небольшом проценте, но он по-другому срабатывает. Ты его по другим углам начинаешь воспринимать. И ты уходишь после этого мероприятия заряженный. Если ты за эти три дня сделаешь хотя бы две-три вещи, которые ты услышал там или записал, то точно квантовый скачок тебе обеспечен. Видишь суслика? И я не раз сталкивался с тем, что многие знакомые друзья, которые после таких мероприятий реально объединялись в какие-то коллаборации, знакомились с людьми, которые на мероприятиях. Чаще всего, опять же, почему мы всегда за такие партнерства, когда ставят стенды и так далее, очень многие партнеры находят там себе клиентов, а эти клиенты потом становятся их партнерами еще. Они какие-то бизнесы делают совместные. Очень часто такое бывает тоже. Вот, поэтому мероприятия эти не уйдут никогда. Онлайн, когда появился, я понял, что он точно никогда... Ну, я не знаю, что должно произойти, только если онлайн не перейдет в какую-то виртуальную реальность, где ты прям будешь как будто бы находиться в этой локации и получать тоже эмоцию. Но в том виде, в котором я сейчас, онлайн никогда не заменит оффлайн. Никогда не заменит все эти мероприятия. Я уже скучаю по этим большим мероприятиям, даже по маленьким бизнес-завтракам, которые там не проводят. Реально скучаю, потому что это круто. Ты получаешь совсем другие эмоции. Какое нужно техническое оборудование для того, чтобы добиться этого вау-эффекта? Шоу. Года два назад я познакомился с Сергеем Горячевым. Это один из основателей, со-основателей фитнес-стадиума. Он мне сказал такую вещь. Я не знаю, кто-то, если бы в фитнес-стадиуме видели, как все сделано, да, то есть эти барабанщики, диджей, который играет, пока ты тренируешься, вот этот звук сферы. Он говорит, значит, смотри, самое главное, всегда в любой организации мероприятия, вообще везде, это свет и звук. Если у тебя этого нет, то по сути это все шарашкин контроль. Вот обеспечь это, и успех тебе гарантирован. После этого я сильно пересмотрел все свое видение в плане организации, и я понял, что я на это сконцентрирую. Поэтому такие суммы вышли мне во дворе спорта, потому что я сказал сразу с им партнерами, говорю, делайте что хотите, но я должен смотреть просто в зал, и у меня даже мурашки по коже идти. И по сути оно так и было. То есть у меня реально сошли мурашки, когда я перед выходом на сцену, я видел весь вот эти все прожекторы, как они работали, да, вот этот весь дым. И этот звук, который был, то есть черняк потом в гримерке, мы спросили, ну что, как он, потому что для него это критически важно, чтобы был звук идеальный. Он говорит, звук хороший. То есть в звук мы вложили тогда очень много денег, и поняли, что не прогадали. Потому что даже когда играла группа, наши партнеры, да, вот эти, ворон, просто вот так вот слушаешь, и у тебя эмоции просто зашкаливают. Ну, кстати, у вас был самый лучший, ну, один из самых лучших звуков, L-Acoustics. Если вот немножко о цифрах поговорить, может быть, ты знаешь, может быть, да, ну, не о финансовых цифрах, о количестве киловатт, сколько там было, сколько там было световых голов. Знаю, точнее нет, есть эти данные, но я не скажу, потому что я их не запоминаю. Ну, типа, зачем? Киловатт, много киловатт, я не знаю. Конечно, больше, там точно больше цифр была. Я говорю, со звуком было прям вот очень хорошо. Ну, это мы рассказываем тем людям, которые хотят организовать подобного рода мероприятия, что точно не надо делать. Точно нельзя экономить на звуке, 100%. Мы вообще тогда не понимали своего бюджета, какой у нас будет бюджет, потому что не понимали, сколько билетов мы продадим. Потому что, по сути, надо было все заказывать уже там в августе, а мероприятие в октябре. А так получилось, что из-за того, что мы не знали, покроем ли мы лед, сделаем либо во дворце, либо не во дворце, то мы даже не знали, когда начинать максимально продавать билеты. Потому что мы понимали, сейчас мы продадим там тысячу билетов, и что потом с ними делать, если мы поменяем локацию, что-то еще изменится, не дай бог, или вообще отменим, не дай бог, мероприятие. Что делать? Поэтому мы очень-очень-очень слабо продавали билеты вплоть до середины сентября. А уже надо было какое-то оборудование. И мы понимали, что... Ну, нам насчитали, конечно, цифру. Посмотрели сначала на него такие... Ну, для нас это была просто циферка, да? Мы там что-то поубирали себе, конечно, лишнего там, да. Но сразу посмотрел на звук, посоветовался с людьми, они сказали, ну, прям, это мощно. Вот прям, если так будет, это будет мощно. Как ты нашел подрядчика по звуку, по свету? Это были Magic Box. Мы поработали тестово на каком-то мероприятии, не помню, по-моему, на дне рождения КМБ. Федорифф это был? Да, это был Федорифф. И нам понравилось качество, качество их работы. Дальше мы начали работать с ними. Давай поговорим о планах. Мы поговорили о прошлом, о настоящем. Поговорим о будущем. Сейчас у вас запустилось шоу, называется Тупица. Расскажи о формате, какая цель и кто зритель. Шоу Тупица мы запустили совсем недавно. Перед карантином еще успели записать одну серию. Фишка в чем? Тупица, я не знаю, если вы читали, как бы Джефф Безос, Amazon. Он пропагандирует в своей компании формат брейншторма такой, как Тупица. Когда максимум 4 человека могут съесть не больше 2 пицц. И мы решили взять за основу эту идею. Назвали шоу Тупица, где 4 предпринимателя обсуждают насущные бизнес-проблемы, как с бизнесом, кто как решается ее вопрос и так далее. И этот формат достаточно неплохо зашел, на самом деле очень понравился людям. Смотрится легко, достаточно. Ну, понятное дело, что мы еще будем очень много там внедрять, интересного. Особенно последние, не знаю, если смотрели, с карточками вопросы, там просто порвали. Ну, реально прям очень круто было. Надо пояснить, что это не Тупица, а 2 пиццы. То есть, Тупица, да. Ну, я специально говорю Тупица, чтобы мне было понятно, что это 2 пиццы, это именно Тупица. У меня там Соколов такой, мы там приносим 2 пиццы, как раз в кадре. Он говорит, блин, я думал, это мы типа Тупица. Только не до него дошло, что это 2 пиццы, знаешь. На кого нацелен этот проект? На предпринимателями, на кого еще. Просто любые предприниматели, которые хотят узнать что-то большее? Да нет, в принципе, ну, блин, интересно. В основном, конечно, предпринимателем, потому что, ну, там, про бизнес, мы все говорят, да. Но, в принципе, ну, любой человек может посмотреть и найти для себя что-то там. Как появилась эта идея? Мы с Артемом Христиным, у него дома просто отдыхали, курили кальян, отдыхали. Ели пиццу? Ели пиццу, да, ели пиццу. Не, суши ели. Суши. Но так как ту суши не звучит, а ту пицца как раз туда. Да, и родился этот формат. Многим, и в том числе, мне интересно, как происходит процесс продажи билетов и обелечивания, да, то есть какие приспособления используются, какая схема, система всего этого. Как вам поступают деньги, вам на счет, либо деньги поступают на счет компании, ну, реселлер, да, и потом вам возвращают. Процесс расскажи, пожалуйста. Деньги поступают либо на счет, юридически, да, сразу, да, то есть это если напрямую покупают, либо через концерт ЮА, там всякие вот эти компании, реселлеры, и потом они, как бы, нам их возвращают. Они потом возвращают деньги? Да, да. Сколько проходит времени, чтобы они его вернули? И сколько они берут процентов за это? По-моему, порядка 10, плюс еще налоги потом мы вычитаем из этого. Вот эти аппараты, которые считывают... они предоставляют, концерт ЮА предоставляют специальные сканеры, которые мы также потеряли в благополучном дворце, потом выплачивают какую-то часть. И я очень много там потерял, вот это отдельная история, насчет ошибок, кстати, да, это отдельная история. Учитывая количество людей, очередь не сильно большая была. Ну, грубо говоря, человек 30-40 в пике стояло в очереди, и при этом 40-ой, грубо говоря, проходил через уже 5 минут. То есть это не такая большая очередь. Такое количество людей, сколько нужно входов? У нас было максимально, конечно, входов, которые можно было сделать. Это один ВИП, с одной стороны, где заезжали только ВИП-участники. По-моему, два или три входа с другой стороны, но почему-то работало два. Я вот так сейчас вспоминаю, что, по-моему, работало только два. Третий мы под что-то другое зарезервировали, не помню, по-моему, под оборудование, или что-то, завозы, нос, что-то в этом роде. Мало только было пространства в самом холле, но это уже вопрос к дворцу, вот они к нам. Мы постарались. Команда, которая там работала сутки, и даже больше, чем сутки, двое суток, двое суток, без грива. Вы их кормили за свой счет, не кормили? Каким образом? Партнеры, партнеры. Есть партнеры, там, Смайл Фуд, Саша Соколов. Они предоставляют там пиццы, иногда суши, для того, чтобы наша команда кушала во время подготовки к мероприятию. Но вы об этом заботитесь, заранее проговариваете с партнерами, проговариваете с волонтерами, что вас кормить будет, не переживайте. Конечно, конечно, конечно. Но реально, двое суток, мы просто не спали. Хорошо. Сколько проходил демонтаж и монтаж? Демонтаж и монтаж, двое суток монтаж, и два часа демонтажа. То есть, разбираться всегда быстрее? Нет, потом нам поставили тупо сроки, вот мы должны до 12 съехать. Конечно, мы не съехали до 12, мы съехали, грубо говоря, к утру, но когда я проснулся в час дня, потому что я же вырубился там где-то... Все-таки спал, да? Так это уже после мероприятия, да, я приехал, точнее, как было, я приехал во дворец, пришел, точнее, там рядом живу, в Аркадии, я пришел во дворец где-то в 4 утра, в 3.30, вырубился там, реально, прям меня отключило. То есть, для тех, кто думает, что организовать такое мероприятие это легко, вот живой пример, который рассказывает, что это не так. Да, и вот это был первый раз в жизни, когда я вообще упал в уморок, потерял сознание. А мы должны были в 8 утра бежать с черняком по трассе здоровья, благо, жена, Вероника, справилась с этой задачей, всех организовала, собрала, они побежали, все сделали, вот, я, к сожалению, пропустил. Потом прихожу на следующий день во дворец, в час дня, команда, она, ну, приехала, по-моему, уже к тому времени туда, они все там организовали, но я уже увидел, что большая часть уже собрана. То есть, это за ночь практически все уже разобрали, убрали. Использование технических средств веди рации. Нужно это? Не нужно? Использовали веди рации? Или все-таки вам их не хватало? Нужно, нужно. И это 100%, и даже я уже понимаю, что даже на мероприятиях до тысячи человек это нужно. Да и вообще всегда нужно на мероприятиях использовать рации, потому что, ну, это удобно на самом деле, то есть, ты постоянно на связи, им нужно звонить, если ты занят, ну, короче, рация, это мобильность, это скорость, то есть, быстро можно решить какой-то вопрос. Я принципиально себе не ставил рацию, потому что я думал, что если у меня будет рация, то и хорошо, что я о многих проблемах даже не знал в тот момент, это вот прям хорошо, чтобы проблем было выше крыши. Но всей команде нужны рации обязательно. Как ты назначал руководителей, да, отдельного подразделения? Допустим, Артем отвечает за звук, Анжела отвечает за кейтеринг, тот еще отвечает за вход, или каждый все-таки выполнял функции другого человека? Я не назначал главный по офису, который у нас работал тогда, и она как бы распределяла всем задачи. Ну, каждый знал свою задачу, то есть, не каждый не перепрыгивали с места на место, ты беги туда, ты беги сюда. Каждый знал свою задачу, да. Супер, челлендж, у нас есть традиция, каждый предыдущий гость придумает для следующего задания, которое тот должен выполнить и придумать следующему гостю. Каждый, кто придумает, не знает, кому он придумает. Передаю челлендж следующему участнику вашего шоу. Поднять этот стол одной рукой. Все очень легко, смотрите. И продержать 30 секунд. Снимаем эмоции, да. Спасибо тебе большое за участие в нашей передаче, в нашей студии. в знак благодарности мы презентуем тебе вот такой скидочный сертификат на аренду оборудования компании Ивентгрупп. Надеюсь, что пригодится не только стулья, а и звук еще есть, и свет есть, и подиум есть, и рации, кстати, которых может вам не хватить. Будем рады помочь любой организации. Сейчас это очень ценно и надеюсь, что скоро пригодится и мы вернемся в офлайн, потому что уже соскучились и благодарны вам за поддержку и помощь на стадии Big Money, когда мы партнерились и в дальнейшем. Всегда рады видеть таких резидентов клуба. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите креативные комментарии и обязательно следующий комментатор станет топовым. Спасибо вам, до скорой встречи, на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok